Несколько учебных аудиторий Лобинского аграрного техникума на время акции переквалифицировались под кабинеты профилактики вредных привычек. Пятый проект Министерства здравоохранения края Кубань вне зависимости в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы!» реализуется во всех районах края. Сегодня это наше 26-е мероприятие, которое мы проводим в муниципальных образованиях. Посетили мы уже 12 муниципальных образований с мая 2012 года. Проект направлен, конечно же, на молодежь, на тех ребят, которые скоро будут создавать семьи, которые будут воспитывать новое поколение кубанцев. Проект направлен на мотивацию к здоровому образу жизни. Сегодняшнее мероприятие, пять кабинетов, которые выехали с проектом сюда, это кабинеты психологов, кабинет здорового образа жизни, кабинет отказа от курения и кинолекторий, направлены на то, чтобы как-то заставить ребят задуматься над тем, правильно ли они живут, правильно ли они мыслят жить дальше и правильно ли они заботятся о своем образе жизни. Аграрный техникум стал первым учебным заведением в районе, где побывали краевые специалисты. Студенты узнали полезную для дальнейшей жизни информацию о том, что легче все же избежать употребления табака, алкоголя или наркотических средств, чем потом самостоятельно или с помощью специалистов избавляться от зависимости. Кроме этого, многие ребята стали непосредственными участниками акции. Например, в кабинете отказа от курения желающим предоставили возможность узнать об уровне содержания угарного газа в легких и крови с помощью специального аппарата газового анализатора. По этим показателям мы можем судить, курит человек, не курит, нужно назначать курс лечения. То есть это нам помогает в диагностике и в тактике лечения. Сейчас у нас тематика именно все, что связано с никотиновой зависимостью. Насколько табак вреден, насколько курение вредное. Естественно, объясняем, что здоровый образ жизни – это неотъемлемое в этом возрасте. Тем студентам, у кого показатели оказались вне нормы, врач убедительно советовала избавиться от дурной привычки и начать здоровый образ жизни, чтобы в дальнейшем не пришлось расхлебывать в раннем возрасте совершенные ошибки. А в кабинете здорового образа жизни ребят ждал интересный эксперимент. Сфотографировавшись, студенты увидели, как они будут выглядеть через несколько лет, если их нормой жизни станет алкоголь и табак. Эта программа была специально разработана для того, чтобы человек мог делать правильные выводы. Впервые была разработана Швеция, у женщин очень много пили биски. Чтобы их переубедить, придумали эту программу. Получившиеся фотографии ребят не обрадовали, и поэтому многие задумались, стоит ли здоровое будущее менять на рюмку или сигарету. Увидел, посмотрел на себя в дальнейшем, как бы вообще ужас, можно так сказать. Если употреблять алкоголь, курение, то довольно-таки плохие впечатления. Лучше заниматься спортом, не принимать алкоголь, не курить, просто вести здоровый спортивный образ жизни. Именно ради таких выводов и проводится краевая акция. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.